Здравствуйте, уважаемые телезрители! Сегодня в гостях нашей студии Григорьева Тамара Николаевна, дознаватель Мирвинского ОВД. И говорить мы сегодня будем о мошенничествах. Здравствуйте, Тамара Николаевна. Здравствуйте, Роман. Итак, Тамара Николаевна, ну мошенничество у нас сегодня самый распространенный, наверное, вид преступления в районе в целом. Виды их абсолютно разные. Расскажите, пожалуйста, когда все это началось и когда мы получили вот этот всплеск? С 2016 года по сегодняшний день в нашем городе участились преступления, такие как мошенничество. В основном это мошенничество в сфере мобильных банковских карт и мобильных услуг. А потом уже появились интернет-магазины, интернет-сайты, однодневки. Стали людям выдавать кредиты, интернет-кредиты, стали в объявлениях подавать о продаже какого-то своего имущества. Граждане, мошенники стали звонить уже на сотовые телефоны людям и говорить о том, что их карты заблокированы. И тогда вот, ну как бы вот все так пошло. Далее распространенный вид у нас стал такой, как ваш товарищ, родственник попал в беду. Ну это, я так понимаю, уже, наверное, устаревший вид мошенничества. С этого начиналось. С этого начиналось, да, это устаревший вид мошенничества. Но более уязвимыми гражданами в данном виде мошенничества у нас являются пожилые люди. Мошенники, как правило, набирают, звонят на все телефоны, да, которые, как набирают, набирают определенный набор цифр и попадают на пожилых граждан по голосу, да. Они уже определяют, что это бабушка или дедушка предпенсионного возраста и начинают с ними очень корректно разговаривать о том, что вот ваш там сын, внук попал в беду и вот чтобы его откупить или как-то помочь ему, необходимо заплатить энную сумму. Ну на что вот наши граждане пожилые на это, как правило, ведутся. Поэтому нужно... То есть ведутся до сих пор? Ведутся до сих пор. Поэтому нужно общаться со своими близкими, не нужно входить в панику, нужно все проанализировать, позвонить, созвониться, переговорить. В отдел полиции поступают заявления о мошенничестве. В порядке, можно сказать, в неделю мы регистрируем 7-8 сообщений о том, что в отношении граждан совершено мошенничество. И вот... Это много или мало? Это очень много. Это очень много. Сотрудниками ОМВД ведутся профилактические работы постоянно, практически, да? Сотрудники ходят в организации предприятия города Мирного, ведут лекции, раздаются брошюрки, ведется информация. В кинотеатрах города Мирного, значит, ведутся ролики о мошенничестве. Но несмотря на это, мошенничество продолжается. Я сама столкнулась с данным видом преступления. В отношении меня мошенники произвели свои мошеннические действия. Значит, я посредством глобальной сети интернет, через приложение Play Market решила скачать одну программку. Ну, соответственно, я ее скачала, и буквально через некоторое время я увидела, что с моего сотового телефона стали самостоятельно уходить СМС. Я даже не вводила никакие коды. Дежур сотовый телефон, а СМСки ходят со списанием денежных средств с моей карты. Благо, что у меня была небольшая сумма на карте. Мошенники списали у меня 2000 рублей. Я сразу уже обратилась в банк и заблокировала свою карту, я отключила мобильный банк. Через некоторое время я уже отключила мобильный банк уже к новой карте, но и стала более внимательной. Также мне пришло СМС-сообщение от моего знакомого, который находился в моей телефонной книге. Но я знала, что данный человек никогда не напишет мне сообщение. Это было бы очень странным. Мало общаемся, да? Все-таки я решила проверить. Не стала его открывать. Позвонила ему и уточнилась, действительно ли он мне его отправил. Он сказал, что я вам ничего не отправлял. В связи с чем мошенники пытались отправить мне снова вирус, чтобы нарушить программное обеспечение моего сотового телефона с целью снятия денежных средств с моей карты. Я данное сообщение благополучно удалила на этот раз. Не, ну, смотрите, ну получается, что тут все равно, тут уже не мы не можем от этого застраховаться, не вы можете, да? Не вы как бы не можете нас защитить от этого. Тут же получается, что надо какой-то антивирус на телефон устанавливать, да? Вот что-то какие-то такие вещи делать. То есть, если тут уже мошенничество в каком-то глобальном масштабе идет. Да, существует программа для сотовых телефонов, антивирусы, вот, которые нужно установить. После этого мне, значит, Сбербанки посоветовали специалисты установить на своем сотовом телефоне приложение антивирус, который я установила. Оно проверило все мое программное обеспечение сотового телефона. После этого я только подключила себе мобильный банк. Ну, правда, уже на новую карту. Поэтому можно защитить себя от мошенников. Можно быть внимательным, бдительным, как я уже говорила. Не называть никому свои пин-коды, не отвечать на смс-сообщения с непонятных номеров. Не перезванивать на неизвестные номера, потому что это тоже могут быть вирусные программы. А какие крупные суммы вот на вашей памяти были у людей изъяты? 500 тысяч рублей гражданка перевела, сама лично назвав пин-код своей карты. А это единичный случай, вот именно на такие суммы? Нет, не единичный. Не единичный. От 150 до 500 тысяч рублей. 300 тысяч было на моей памяти. 500 тысяч, 100 тысяч и так далее. То есть это, в принципе, такие средние суммы, которые люди отправляют, да? Да. Ну, самое минимальное начинается, получается, у нас с двух с половиной. Это, получается, молодежь, дети хотят в интернет-сайтах приобрести ту или иную игру или аксессуар для своего компьютера. Даже вот они подвергнуты данному виду мошенничества. А что, например, если это сайт какой-то или это мошеннический сайт, имеется в виду? Это сайты однодневки. Как правило, они получают то, что они хотели, и уже на следующий день этот сайт недоступен, его уже не существует. А я так понимаю, что все-таки, наверное, сложно, да, найти человека, который по какой-то непонятной сим-карте звонил из какого-то другого региона. Этот сайт непонятный, который где-то существовал, а потом перестал. Как процесс происходит? Вот поимки. Это очень сложный процесс. Мошенничество в сфере мобильных банков и мобильное мошенничество, да, очень тяжело раскрываемое на данный момент. Потому что, как зачастую, владельцы карт, на которые были переведены денежные средства, они оформлены на подставных лиц. На подставных лиц, либо на людей, которые могли утерять свои паспорта, либо которых уже нет, да. И вот сайты однодневки также существуют, как я уже сказала, которые вот просто уже закрывают свою деятельность на следующий день, отманув граждан. Какие последние вот как раз тенденции есть? Ну, то есть вот мы поговорили, что там СМС с вашим близким что-то случилось, это уже вчерашний день. Вот сегодня что новое? Последнее какое-то, что вот, например, вас удивило? Приобретение дешевых авиабилетов через сеть интернет. Так, и как это выглядит? В настоящее время появились такие сайты по продаже авиабилетов по более приемлемой цене разных авиакомпаний. На что наши граждане в настоящее время ведутся, потому что летний период времени, все хотят улететь, отдохнуть, сэкономить денег и приобретают данные билеты по приемлемой цене. В связи с чем оказывается, что они попали в лапы мошенников, их обманули, а авиабилетов таких нет, и они, соответственно, никуда улететь не могут. Также теперь новый вид мошенничества это распространение БАДов для повышения качества своего здоровья. Люди тоже на это ведутся, пытаются быть красивыми, здоровыми, приобретают данные БАДы у мошенников, а в итоге ни товара, ни денег они не получают. Есть ли какая-то надежда, что мы с этим справимся? Или эта волна так и будет нас захлестывать? Ну, хотелось бы сказать, что это зависит от самих граждан. В основном-то они же сами себя подвергают мошенничеству, называя свои личные персональные данные, которые они не должны называть. То есть пока здесь не будет какой-то гражданской сознательности, мы это не победим? Да, мы это не сможем победить. Каждый человек должен быть бдительным и внимательным по отношению к своим банковским картам, к своим родным деньгам, которые у них находятся в кошельке. Совершенно никому нельзя передавать, ни детям, ни своим близким, ни родственным, никому. Ну, я надеюсь, что вы справитесь с этими преступлениями. Зло будет наказано. Я желаю вам удачи и успеха в вашей работе. Спасибо, что пришли к вам. Спасибо за приглашение. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!